Здравствуйте, друзья, у нас сегодня гость в студии, мы поговорим на животрепещущую тему. Так, гость, вы у нас не первый раз уже или как? Да. Но все равно представляетесь. Сергей меня зовут. Сергей. Приехали мы из России. Только громче говорите. Приехали из России из Кемерово. Год прожили в Тампе, Флорида. И с августа сейчас в Сакраменто живем. С августа? Слушай, время-то идет. Первый раз только приехали, когда у нас были. Да, мы буквально месяц приехали. Так, как вообще в Сакраменто? Как? Хорошо. Хорошо, в общем. А чем вы занимаетесь? Я работаю в автосервисе. Автосервис? Да. Хорошо. А что делаете там? По корпусам? Нет, механический, механический ремонт, не в кузовной. Хорошо. Значит, а супруга? Супруга, мы как-то вам уже, видео у нас было, мы рассказывали о том, что она занимается именно шопингом. Я понял, туда. Да, туда. Получается? Да. То есть у нее пошло здесь? Ну, конечно, в вашем день. Хорошо, хорошо. Нет, ну, это важно. То есть, сколько можно на этом заработать так, чтобы не надорваться, а так нормально? Вот можно пару тысяч заработать в месяц? Можно. И в охотку, в удовольствие. Ну, есть нюансы, которые не совсем нравятся, но сам процесс покупок ей уже очень нравится. Давайте, знаете что? Давайте вы все равно два слова скажите, потому что люди, которые смотрят нас сейчас, совершенно не обязательно смотрели нас там пару месяцев назад. Значит, что она делает с покупками? Есть у нее, скажем, группа заказов, есть сайт у нас небольшой. Она ходит по магазинам, фотографирует, выкладывает фотографию в группу, и у нее как бы онлайн это все покупают, заказывают. Вот, соответственно, ну... Хорошо, хорошо. И что-то такое прилипает? Да. Три копеечки. Хорошо. А вы что делаете? Машины ремонтируем. Ну, да. Ну, вот, как сказать, а дальше что будете делать? Дальше что? Дальше у нас основная, как бы, наша задача, цель, это все-таки развитие нашего шопинга. Вот, то есть, я тоже к цели. То есть, будете двигаться в этот бизнес, как бы, пока развиваться будет. Ну, хорошо. Давайте тогда, друзья, у нас задача, я просто так мыть для представления, у нас задача вот какая, сравнить Тампа Флорида, да? Потому что вы жили именно в Тампе. Да. И это интересно, потому что Тампа место примечательное, по-своему. Туда многие стремятся, там очень большое строительство, там быстро растет город, и там вроде работа самая разная есть. Вроде бы, да. Вроде бы, да. Значит, поэтому давайте мы сравним, ну, в данном случае с Сакраменто, потому что вы все-таки в Большом городе. Тут Большой город, там, конечно, поменьше, да? Ну, там агломерация достаточно большая, так-так, Санкт-Петербург там рядом, Clearwater. Это не тот Санкт-Петербург, что на Балтийском море, что-то это на другом. Да-да-да. Свой Санкт-Петербург. Да, свой Санкт-Петербург. Ну, сравнивайте. Вот давайте, знаете, что я вас спрошу сразу? Давайте. Вот я из последних рассказов с разными людьми, вот, как-то меня задело, что у них вот там дом, понимаешь, или там, я не знаю, таунхаус какой-нибудь, и вроде бык-ярд есть, а вот хочешь им идти чайку попить. Видел, видел, да. А тут налетело. Одна говорит, комары размером в кулак, другая говорит, там что-то какие-то броненосцы какие-то прям ползают, надо все время, нельзя дверь открыть, уже заползут, какая-то живность. Ящерицы у нас постоянно в дом заползали. Какого размера? Маленькие. Небольшие. Ящерки. 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 Но они не кусачие ничего? Нет. Хорошо, безобидные. Это как муравьи. Муравьи есть? Муравьи. В живности очень много всякой разной. Вот прет в дом. И в дом, и так кругом везде она есть. Нет, кругом везде может быть даже это симпатично. Вот там, видишь, в павлице крокодил лежит. Нет такого? Нет, ну можно сказать, что в каждом маленькой лужице крокодил свой водится. Есть. Есть. Они не кусаются? Я извиняюсь, они запасли и нападают? Ну, если пробовать их гладить, я не пробовал, но, наверное, может и конфуз какой-нибудь. Но есть такое, что вы уже несколько месяцев и кого-то тяпнули? Ну, нет. Как правило, их вылавливают. То есть в комплексе, вот озеро, допустим. У нас знакомые жили в комплексе, у них достаточно большое озеро в комплексе. И у них каждую неделю, там, две недели, два-три крокодила вылавливали из озера и его увозили. Ну, а если кого, не дай бог, между делом там, то уже, конечно, что теперь делать? Ну, там уже, как бы, такого, слава богу, нет. Ну, хорошо. Крокодилы, ладно. А вот не крокодил, например. Ну, такая дрянь, которая летает, и никакого удовольствия посидеть на Букьярде. Вот что там происходит? Могу точно сказать, что очень неприятно, это когда находишься на пляже, на заливе. А там же хорошие пляжи, да? Ну, да. Песочек. Да, Clearwater Beach, очень такой неплохой пляж. И только заходит солнце, и сразу налетает мошкара. Маленькая, которой практически не видно, но она так съедает. Она, это вот как наша советская мошка там, северная, которая вот так надкусывает и кровь течет. Да, да, да. Вот такая, да? И потом все это волдырится. Ну, опять, кто как это, конечно, к этому переносит. Да, да. Ну, вот дети у нас очень… То есть солнышко ее разгоняет? Да, солнышко ее разгоняет. Только солнце за что, все, она тут же прилетела. Тут же много. Минуточку, это если вы на берегу. Да. А если вы там, не знаю, в десяти кварталах там у вас дом, и вы там сидите, и вот там тоже мошкара? Здесь вопрос другой, что если летом, то на улице находиться невозможно. Жарко? Очень жарко. Ну, например, что такое жарко? Что такое жарко? Ну, 100, 110. Фаренгейта. Друзья, вы легко пересчитаете 100 Фаренгейта. Я сейчас попробую в уме это сделать. Это что-нибудь там 35-30, да? Ну, может быть, это звучит в цели всех не так сильно жарко, но очень большая влажность. Очень большая. Поэтому переносить жару намного сложнее. А нет такого, что все потеют? Очень сильно все потеют. Находиться на улице дольше, там, 5 минут. На улице находишься тогда, когда ты, допустим, из дома в машину, из машины в магазин и вот короткими перебежками. То есть, так просто погулять с вечером, с детьми, это практически не реально. Это летом такое? Летом, да. Подождите, а вот вы сейчас, практически в конце лета, приехали в Сакрамето. Там не так? Там, наверное, не так влажно, конечно. Не так влажно. Было в августе, как раз вот с августа, в августе было, если бы в Цельсию около 40-42 градусов, но переносилось легче, намного легче, чем в августе. То есть, не меньше тех же 100, фактически. Ну, да, больше 100. Больше 100 даже. Но Фаренгейта. Но переносилось легче, потому что сухо. Сухо, да. У меня как-то было такое, я шел по Сакраменто, из гостиницы надо было идти до машины. Это не было далеко, это было, ну, не знаю, 50 метров. И было лето, было жарко, и вот я шел, у меня было ощущение, что я иду в парной, и вот сейчас какое-то резкое движение, и потеку, прям все потечет. Вот у меня было такое ощущение. Ну, это, наверное, просто в сравнении, по сравнению здесь, с Акраменто. Да, по сравнению здесь, да. А я просто, мы сравниваем с тем, что во Флориде. В Флориде намного все хуже. Но там самое благоприятное время, это, наверное, зима. Ну, вот сейчас, и зима легче стала? Сейчас, да. Я думаю, то есть, я сейчас скажу, что вот, когда проходит вот такой, скажем, сезон ураганов, когда он проходит где-то, вот это, наверное, октябрь, наверное, у нас. Да. Вот и все, и прекращаются дожди, и жара спадает, и уже становится более-менее уже нормально, уже можно находиться на улице. Вот сейчас нормально сейчас? Да, сейчас нормально там. Думаешь, нет мошкары? Мошкары нет. Ну, то есть, самое, что плохо, что нам не нравилось, это влажность. Которые, у тебя есть, да, красиво все зелено, но насладиться этим нельзя этими парками, потому что, ну, сильно жарко. А вот сейчас можно уже? Сейчас, да, сейчас можно. Но, опять же, если по ночам бывает прохладно, допустим, там, декабрь-январь, то те же самые, если в Цельсиях это, там, плюс 5, плюс 10 градусов, они из-за влажности, они значительно холоднее. Аж настолько холодно. Да, у нас было, было прошлой зимой, вот мы были, было в Цельсиях плюс 2 градуса. Это очень холодно. Это ночью где-нибудь? Ночью, ночью. Ночью было плюс 2 градуса, это очень холодно. Кошмар какой. Переносится, что жара плохо, что... А что за люди там живут? Вот, в смысле, может быть там все, я не знаю, белые, латинос, смешанные, как там? Основная масса латинос. А что они там делают? Чем занимаются? Чем они занимаются? Да. Ну... Какие работы выполняют? Мне кажется, основная нагрузка у них это уборка комплексов, ну, то есть, какой-то такой приводит в порядок строительство. По хозяйству. Подождите, а мне говорили, что там сейчас очень бурно развиваются технологии. Что там полно технологических компаний, и вот там прямо вот и программисты, и тестировщики, там сисадмины, и вообще все вперед, как я не знаю что. Ну, я несколько далековат от этого всего, но у меня есть как бы знакомые, я достаточно много с кем познакомился, которые работают именно в IT, и очень многие в QA именно работают. То есть, нисколько программистов, сколько в QA работают. Откуда у вас такие знакомые? Ну, вот как-то так получилось, как-то так сложилось. Ваши какие-то выпускники. А у других вроде бы и нету. Ну, уж так уж приходит, приходит. Так сложилось, да. В основном, ну, нет, в основном, все QA, кого я знаю, достаточно много. Но они ничего так говорят, в смысле, не обижают, их ручку золотят. Ну, да, да. То есть, по отношению других зарплат, которые есть в Флориде, это очень-очень прилично. Хорошо. Люди, которые там живут, они тащатся от того, что там происходит, или они жалуются, или они сравнивают с тем, что раньше было, и вот что, они довольны, недовольны, или они там всю жизнь живут, и им не с чем сравнивать. Скажу так, что я встречался с людьми, познакомился с людьми, которые там живут и 15, и 20 лет, и они счастливые, живут себе, продолжают. Познакомился с людьми, те, которые живут там год-два, так же, как мы год прожили, и остались, и продолжают жить. Им нравится. Им нравится, да. Но мы как бы вот по себе... Но они не жалуются на то, что там летает, ползает там... Нет, я бы не сказал, особо такого, чтобы кто-то говорил о том, что вот, 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 все надоело, вот эти всякие... Тарантулы. Тарантулы, там, еще чего-то, нет, такого нет. Я ни от кого не слышал. Да, в крокодиле и того, в озере есть крокодил. Ну, и ладно, сидит, сидит, никто особо... То есть, все привыкшие к этому. Живности много всякой разной. Окей. Слушайте, а вот фрукты, там, овощи, там, есть свои, растет много? Очень мало, с этим сложно. Достаточно много, ну, много. И лимоны есть. А как же эти флоридские апельсины, которые знаменитые? Ну, они где-то, вот, в нашем, как бы, вот, в районе Тампы, там, практически ничего нет. Все ближе туда, севернее, к Джексонвиллу, туда. А вы где переживали вот последний ураган, который как раз там вдоль Тампы там двигался? А мы уже здесь были. А, то есть, вы... Да, 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 и наши знакомые говорили, вы как знали, вы как знали. Ну, да, мы знали. Ну, хорошо. Теперь, с точки зрения вот людей, которые только приехали. Вот, вопрос такой. Вот человек, да, выиграл Гринкарту, и не знает, куда ему ехать. Он говорит, а куда же ехать? А вот, с точки зрения вот такого, вот, прям, совсем новичок с самолета свалился, бах! Нормальное место. Вот вы такие были, да? Да, ну, в принципе, такие. То есть, мы приехали изначально в Нью-Йорк, там, пару дней побыли. Потом мы приехали в Орландо, а мы в гостинице недельки две пожили. Так. И мы сразу же, на второй день, как мы прилетели, купили машину, потому что без нее вообще никак. То есть, если кто-то собирается и думает, что я как-нибудь без машины смогу, могу однозначно сказать, без машины вообще никак. Это вы про Тарпу или про Орландо? Орландо, там, не имеет значения, потому что жарко. Вот первым делом жарко. Общественный транспорт развит очень плохо, от слова практически, ну, совсем. Есть автобусы, но очень редко встречаются. А вам приходилось заходить в автобус? Нет, не приходилось. Мы вот второй же день, как приехали, купили машину, и уже можно хоть как-то было двигаться. То есть, в машине, главное, друзья, кондиционер работающий. Да, да, да. Во Флориде так, если кондиционер в машине не работает, ты ее никогда не продашь, если он не работает. Ну, починить можно. Ну, да, поэтому там цены на ремонт кондиционера достаточно большие, потому что потребность в нем есть. В целом, в принципе, я считаю, что место неплохое. Тампа, вот у нас есть знакомые, которые в Тампу приехали, которые приехали в Санкт-Петербург. Ну, там же. Там же, да. Ну, это немного через залив. Большая Тампа. Да, да, да. Тампа Бэй. Тампа Бэй, да. Ну, в принципе, я не жалею, что мы там год прожили. В целом, в целом, неплохо. Но, как бы, для нас, именно для нас, как бы, дальнейшая наша жизнь там, ну, как бы, не то. То есть... Что вы снимали и почем? Мы снимали в комплексе двухбедромную, двупаспрумную. На двоих? Четверых. Почему двоих? Моя женой, она же двое дед. А, двое дед. Да, да, да. Еще двое дедок. На четверых. На четверых. Два бедрома. Да. Мы снимали за тысячу тридцать пять. Плюс... Ну, за тысячу, грубо говоря. Да. Ну, плюс электричество. Тубедром за тысячу. Здесь вы что снимаете? Здесь мы снимаем тысяча триста... тысяча триста с копеечками. Что? Тоже ту бедром, ту баску. Но не хуже, не лучше, как... Лучше. То есть, уплатить немножко больше, но оно и лучше. Да. Ну, и комплексом лучше, и площадь побольше, да. Ну, хорошо. То есть, если бы вы сняли равноценную, то, может быть, она бы стоила там почти столько же. Да, потому что я узнавал сейчас знакомых, которые живут, там же продолжают. Цены там тоже подросли, и они, в принципе, даже, можно сказать... Сравнялись. Сравнялись. То есть, я бы не сказал, что разница большая. То есть, мы когда ехали, мы изначально думали в Калифорнию, либо выбирали, тоже искали. Приехали в тамбу с учетом того, что мы думали, что как бы там... Сэкономить. Да, сэкономить дешевле. Но, на самом деле, я бы не сказал, что там вот прям дешево все. Если сравнивать, опять же, вот мы сравниваем тамбу и Сакраменто, я считаю, в некоторых вещах, в некоторых продуктах в магазине, к примеру, в Сакраменто дешевле, чем в тамбу. Может быть, просто город больше, и там как-то обороты другие, может, из-за этого... А вот такой вопрос. У нас много народов, которые нас смотрят, они рассматривают приезд, может быть, с тем, чтобы подать на политику, и там первые полгода там как-то у них не будет разрешения на работу. Я знаю, что, например, в Майами это золотое дно, там полно народу, которые работают нелегально, в гостиницах, в ресторанах и так далее. Тампа – это кардинально другое место, это не курортный город. Там есть работа вот такая для тех, кто, скажем, полгода не может иметь разрешения на работу? – Ну, как бы, мы как раз и приехали по политубежище, поэтому у нас как бы не было разрешения на работу. – Так. – Ну, я как бы всю жизнь был с автомобилями связан, поэтому я сразу и пошел в этом направлении. – То есть, нашлась работа? – Да, конечно, нашлась, но не столько, сколько хотелось бы. То есть, моего дохода не хватало, чтобы вот прям вот... – То есть, у вас не было полного рабочего дня? – Да, не было полного рабочего дня. – А нельзя было в трех местах там? – Можно, но иногда сложно. Почему? Потому что, как правило, вся эта работа на улице. – Ах ты господи. – Потому что, ну, можно сказать, на улице хоть и под крышей, но это жара. – Да. – Это все равно, то есть, просто физически тяжело вот на все это. – Хорошо. – Ну, ладно, вы вот конкретно с машиной. – Угу. – А я теперь с ужасом начинаю думать, а если на стройке? – Ой, на стройке... – Это же, да, вообще кошмар будет. – Да, да. – Мама родная. – То есть, это действительно очень... Надо быть готовым к тому, что очень и очень тяжело это физически. То есть, я за первые два месяца, наверное, килограмм на пять ходил. – В мастерской? – Не на стройке. – В мастерской работаю. – Да, да, да. – А если на стройке? – А на стройке... – Ну и там уже... – А можно и солнечный удар получить! – Можно... Можно. Достаточно легко. – Господи боже мой. А вот в Сакраменто, как с этим? – Сакраменто – очень большая русскоговорящая комьюнити. Очень много. Если в Тампе мы очень мало и редко встречаем где русскоговорящих, то здесь, скажем так, сплошь и рядом, к другому везде. Поэтому, я думаю, здесь даже работу попроще найти, ее здесь и больше, чем в Тампе. Поэтому здесь надо сравнивать, смотреть. Вот по мне, что, конечно, может быть проще приехать в Сакраменто. Потому что, действительно, ты сразу, с ходу с корабля, у тебя много русскоговорящих, которые тебе могут предложить работу. Очень много в группе в Фейсбуке Сакраменто. Очень много помощи можно найти. Иногда, конечно, некоторый встречался с таким, что на Фейсбуке пишут, вот я приезжаю тогда-то, вот дайте мне там, нужна одежда, нужна мебель. И как-то так уже не очень хорошо, это уже чуть ли не дайте мне все сразу. А вы знакомы с Ильей? Да, знакомы с ним. У нас была ситуация какая, мы еще находясь в Тампе, мы договорились о жилье. Ну, там, скажем, не очень хорошо все получилось, а у нас уже этого не получилось. Вот. То есть, вы собирали жить в том квартале, где они там все, да? Нет, нет, не в том. А, отдельно? Отдельно, да, в другом месте нашли. Хорошо, что у нас там не получилось, потом, как оказалось, это не очень хороший такой район. И мы, вот, я, как бы, Илью до этого, как бы, мы с ним, ну, особо не общались, но, как бы, я знал, что он есть, и я обратился к нему, как бы, с вопросом о помощи именно в поиске жилья. С Ильей, у нас есть отдельно интервью, мы месяца полтора-два назад записывали, если вы на слово Сакраменто сделаете по экспо-каналу, то вы найдете сразу. Илья очень такой большой душечеловек, действительно, он бескорыстно и очень с радостью помогает людям, это такое очень редко встречается, и, ну, он именно такой. А много не надо. Ну, да. Вот, он именно такой. Иначе ценить никто не будет, если все будут душевные и, так сказать, большого сердца. Да, недавно он организовывал в Сакраменто такой праздник, скажем так, для иммигрантов. Пришло порядка двухста человек, там был и шашлык, и музыка, и для детей детская площадка была надувной. Там замок был. То есть, он как бы поднял голос, то, что давайте соберемся, и кто смог, что предоставил. Возвысил голос. Возвысил. Или вы сказали, вот как есть, так и слава богу. Я думаю, наверное, как есть, так и нормально. Так и нормально. Да, так и нормально. Ну, я думаю, по некоторым вещам, допустим, получение driver license. В Флориде проще. Тебя там не требует ни... Бессоншал не нужен, потому что я, насколько знаю, здесь иногда некоторых трясут бессоншал. Номер социального страхования? Да, да, да. Можно. В Калифорне можно. Вы можете быть нелегалом. Я знаю. Но почему-то вот у некоторых вот не дают. Приходят там в другое демье обращаться, к примеру. Не по месту. Ну хорошо. По мелочи. Знаю, что... Я слышал просто случаи и знаком с человеком, который не может себе открыть в банке кредитную карту. Хотя он грин-карту имеет. Нет. Пока не будет у тебя там работы, не приходи к нам. Ну это правда. Кто же тебе кредит даст? Ну можно, допустим, в том же Велсфарго, можно взять предоплаченную, когда ты сам платишь. Но ему не дают. В Велсфарго не дают? Говорят, нет. Вот. А у нас как бы проблем не было. Мы во Флориде пришли... Да я это не проблема Калифорния. Сколько я, наверное, знаю, кто хотел предоплаченную. У всех было. Да. Это может быть именно от какого-то... Знаете, бывает, что дают, но приходит человек с таким, знаете, и думает... На всякий случай лучше не давать. Ну, может быть. Да. Ну хорошо. Так. По-доброму. По-доброму. По-доброму, да. Так. С точки зрения ползучего, лезущего в щели, возможности погулять, так, чтобы не было жарко и так далее. Как вот Сакраменто? Сакраменто нам очень нравится в плане природы. Здесь, может быть, не само Сакраменто, а то, что вокруг. Ага. Буквально там полчаса отъехать в одну сторону, ну, час, может быть, да. Это там виноградники, да, это долина Напа. Да. Там чуть-чуть ближе к Лейк Тахо, там уже Эппл Хиллз. Там горы, озеро, города, да. То есть, чуть-чуть еще дальше, там уже Невада, мы ездили в Рино. Недалеко. То есть, это все очень-очень близко, вот сосредоточено здесь и можно, мы каждое воскресенье практически мы ездим куда-нибудь в новое место. Но с точки зрения находиться на улице. Вот, допустим, у вас есть бэк-ярд там в Сакраменто, там можно находиться? Да. То есть, даже летом, когда жарко. Да. Потому что сухо. Да. Можно. А если уж солнышко зашло, так вообще очень-очень прям... И ничего не летает, ничего не ползет никуда? Нет, я не замечал такого. Ну, хорошо. Все очень даже, очень даже неплохо. Хорошо. Люди отличаются, вот те, кто тут живет и там живет, Сакраменто от Тампы. Что за люди там? Ну, кроме того, что русских много, там, русскоязычных. Да я бы не сказал. Наверное, сильной разницы большой я не заметил. Если вот брать именно, допустим, среду общения русскоговорящих, да? Да. То есть, кто там, кто здесь, нет. Я думаю, в принципе... А если просто в магазин там пошел в Костку какую-нибудь, и там такие рыдные, с такими шеями, с животами, нет? Ну, есть. И там, и там есть. Везде таких можно встретить. То есть, не сказал бы, что, допустим, вот во Флориде таких нет. Там все стройные, как и Парисы, и все вот как на подбор. Нет, такого нет. Везде можно встретить любых. Ну, что же, это обнадеживает. Все-таки я пытаюсь какой-то, знаете, вывод сделать. Ну, вот смотрят нас люди и хотят определиться между Тампой и Сакраменто. И я не понял, как же они будут решение это принимать. Что мы им сказали-то? Люди, говорим мы, вот что? Люди. Да. Мы проделали путь. И прожили в Тампе год, сейчас здесь. Так. О том, что мы в Тампе год прожили, в принципе, не жалеем. Но больше мы бы не остались. Потому что, ну, есть, как бы, какие-то определенные, может быть, условия, что для нас именно не принимали мы, но это мы говорим за себя, для нашей семьи, что какие-то условия. Ну, есть те, которые остались также в Тампе, которые приехали... А там ведь недорого купить, да, домик там? Да, да, да. Почем домики там? Так это нормальный? В нормальном месте домик, там три спальни, два туалета. Ну, я, насколько знаю, там где-то 150. Друзья, 150. Где-то так. В Москве продал квартиру, приехал, купил три в Тампе. Так, две сдаешь, в одной сам. Да. Значит, хорошо. Если резюмировать и сказать, вот, езжайте туда, а вот туда не езжайте, я так не могу сказать. Потому что все-таки это каждому свое. Кому-то, вот, мы, скажем так, после Сибири, мы из Сибири, да, когда холодно, мы год отогрелись. Так. Год отогрелись. Мы приехали в Сакраменто, мы говорим, а тут вообще купаться где-нибудь можно? Мы говорим, да, можете вот в августе поехать в Лейк Тахо, там еще можно купаться. А там же речка есть? Там пляж. Там очень красиво, пляж, и сразу еще в августе снег лежит на вершине. На осени там, да. Да. Приехали, ну, вот так вот жена опустила и сказала, нет, это не та вода. Да, холодное. Холодное. После Мексиканского залива это, конечно. А потому что оно же сверху, оно же стекает все время, снег тает, и оно холодной водой. Ну, для местных это тепло, это хорошо, это можно купаться. Очень много людей купалось. Но нам после, вот, скажем так, еще тепленьких, после Мексиканского залива для нас это было холодно. Ну, кто хочет, кто хочет именно тепла, именно вот какого-то этого, ну, это вот. Давайте тему русских магазинов раскроем. Давайте. Тут и там. Здесь больше значительно в Сакраменто. Я даже не знаю, сколько их, но... Неограничено. Много, очень любые можно найти. Так. А в Тампе магазина три, наверное, где-то. То есть все-таки тоже есть? Есть, конечно. Три русских магазина? Да. Ну, это, скажем так, не в самой Утампе, это и в Клер Уотере, по-моему. Ну, я был буквально в одном, недалеко у нас одном был, мы покупали гречку там. Маленькие, побольше? Ну, такой небольшой. Ну, как мой офис или больше? Ну, нет, побольше, побольше, конечно. Хорошо. Ну, хорошо, ладно. Бывают такие магазины, знаете, там 10 на 10 метров там весь магазин. Да, кстати, вот в Сакраменто есть магазинчик, мы один в него попали, как-то так случайно. Он побольше, чем ваш офис, но небольшой все равно. И вот там вот продается по субботам, к 10 часам привозят шикарный плов. Ну, вот очень. Домашний. Домашний. Такого вкусного нигде никогда не ел, кроме как там. Он очень вкусный. Узбек. Да. Его прямо продают из казана. Хорошо. Прямо там приготовились, тут же. И что, в очередь подходит? Да, его за полчаса весь казан разбирают. То есть, местные знают, что вот в это время надо стоять в очереди. И вот буквально там полчаса, час максимум, все, его нет уже. Ну, там русская жизнь большая. Очень большая. Единственное, что я бы сказал, там есть очень сильный акцент на людей верующих. Так сказать, нетрадиционной такой религиозной ориентации. То есть, не православные, а всевозможные протестантские направления. И многие жалуются, что они агрессивно втягивают, как бы пытаются все время, пристают, грубо говоря. Слышал такое тоже, но, слава Богу, к нам как-то... Пока не приставали. Да, никто. То есть, у меня есть на работе люди, которые ходят в церкви, но... Нет, слава Богу, дай Бог здоровья, пусть ходят. Ко мне лично никто не предлагал что-то такое, что мне бы не понравилось, скажем так. Ну и отлично. То есть, нет такого... Я знаю тех, которые, скажем, первое поколение, которые приехали, эмигрировали по вере, это, конечно, в 80-х, начало 90-х. И их дети уже, я тоже их знаю, они уже другие. Они уже более-таки переросли. Те, кто приезжал в нашей волне, и те, которые сейчас, их дети приходят к нам учиться, это совершенно разные миры. Да, да, да. Очень отличаются, очень. Мне очень дети нравятся, очень. Они совершенно очаровательные, то есть, такие правильные. То есть, скажем, у них уже... Они еще, скажем, такие... Я не знаю даже, как их характеризовать это одним словом. Но они взяли, скажем, наверное, все лучшее от постсоветского и местного. Такая комбинация. Да, да. Они и уважительные, и такие, как бы сказать, с достоинством, и трудолюбивые, и очень, я бы сказал, открытые к тому, чтобы, скажем, переехать в другой город или что-то. То есть, у них совершенно таких проблем нет. Надо все на работу, сразу поехал. Они уже американцы совсем в этом плане. Молодцы, да. И не пьют, не курят. Очень нормально себя ведут, хорошо. Да. Да. Очень приятно. Ну, опять же, такая небольшая ремарка. Мы говорим, как бы, русскоговорящей комьюнити, но, на самом деле, оно такое русскоговорящее с украинским акцентом. Да, много из Украины родилось. Очень много из Украины. У меня на работе есть один парень, он лет 20 уже, наверное, живет. Сначала в Казахстане жил, потом в России жил. И он говорит, только... Украинец? Нет, нет, нет. А, из Казахстана? Да, просто. Вот я тоже в Казахстане родился, и такой путь у меня тоже был похожий с ним. И он говорит, я только тут, в Сакраменто, начал изучать ридную мову. Потому что без нее тут, как бы... Ну, не то, что изучать. И он ее специально не учит. Столкнулся. Да, он столкнулся с ней, потому что она очень много где. Я тоже специально не изучал, но в силу общения, как вот, когда это происходит, я приноровился. И, в общем, стал более... А ну, как бы, очень много общего. Надо послушаться. Ну, да. Ну, для меня это не проблема, потому что у меня мама украинка. Я с малого детства, бабушки-дедушки в Украине. То есть она такая украиномовая? Ну, она, когда с сестрой разговаривает, с братом, она не по-украински. Дома она по-русски разговаривает. А я, как бы, с детства привыкший. Поэтому для меня слух не режет, и я, короче, все понимаю. Я говорить не говорю, но понимаю. Ну, что, друзья, значит, я вот думаю, раскрыли мы тему до конца, или что-то, может быть, по мелочи утаили? Ну, я тоже думаю. А по населению вот так? Я понимаю, что можно проверить там на Википедии где-то. По населению, скажем, Сакраменто, там есть миллионов? Вот в самом Сакраменто, насколько я знаю, нету. Но если взять агломерацию, то, думаю, наверное, даже больше миллионов. Да. Больше миллионов. А Тампа, как агломерация? Тампа, агломерация, думаю, где-то тоже, наверное, есть. Вот так даже? Да. Около миллиона где-то должно. Потому что есть достаточно крупные. То есть, Тампа, Санкт-Петербург и Клэрвотер. Это вот такие основные три города, которые, если и нету миллиона, то это совсем близко к нему. Ну, если не берем... То есть, большая, большая, большая агломерация. Хорошо? Да, да, большая. Ну, что же, друзья, задавайте вопросы в комментариях к этому видео, пишите. Вот у нас, пожалуйста, специалист, так сказать, как-то первопроходит. Вам будет... будете отвечать? Да, отвечу. Все легко ответит. Там, пишите, спрашивайте. И приходите еще. А мы, соответственно, по традиции нашей... Я хотел еще, да, такую вещь одну сказать. Мы, так как приехали по политическому убежищу, и некоторые нас спрашивали, да как же вы сейчас поедете, а это же... То есть, мы относились бы к Майами, это же кейс... Да. А вам пришлось менять? Да. У нас адвокат Светлана Кафф. То есть, сразу была? Да, изначально сразу. И мы неделю назад, не две недели назад, ездили к ней в офис, потому что, ну, надо уже что-то... Я самой Светланы не виделся, у меня на 12-е число с ней назначено, а я с Маратом разговаривал. И буквально многие нас спрашивали, а как же, это же сложно кейс перенести. Ну, нас заняло это час. Из них 56 минут мы разговаривали с Маратом. А 4 минуты подписать бумажку. Вопрос же очереди. То есть, у вас там уже год прошел, а теперь вы же должны с нуля начать? Нет. Марат сказал так, что сейчас на данный момент, если берем с нуля, очереди в Майами где-то 4,5 года, в Сан-Франциско 2,5 года. Ну, так как мы уже год ждали, поэтому нас сначала очереди ставят. Нас ставят куда-то, подвигают где-то к серединочке. Так в итоге? В итоге, ну, где-то года полтора нам нужно ждать до собеседования. То есть, вы примерно как местные, получается? Вот эти два с половиной года, вместо того, чтобы там 4 ждать? Да. Я понял. Да. Ну, что же, хорошо. Значит, итак, друзья, возвращаемся к завершающей ноте. Да. Вы правой рукой, я левый, мы так себя машем и говорим пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok